добрый день друзья сегодня смотрим на нож предоставленные для ознакомления одним из подписчиков петр огромное вам спасибо за возможность познакомиться с ножом показать его зрителям и высказать какое-то свое мнение по его поводу вот такая серебристая коробочка с вот таким логотипом это real steel довольно молодая китайская компания зарегистрированная 2013 году и насколько мне известно в свое время отпочковавшиеся от компании санрен мук найс насколько там серьезно произошло это разделение широкой численности неизвестно я лишь знаю что производственные мощности real steel knifes до сих пор и используют санрен мушные да и так ли это важно является ли real steel knifes неофициальным топовым подразделением санрен му или полностью самостоятельным брендом главное что чтобы ножи были достойны и хочу вам сказать что последнее время компания не перестает радовать и мне например очень нравится плоды их сотрудничество с нашим дизайнером иваном брагенцом и особенно не в обиду ивану с польским дизайнером остапом хилем из макулатурки поставляемой с ножом я для себя узнал что real steel производит и поставляет 5 серий ножей и серия тактические ножи м серия многофункциональные и не знаю как это перевести пусть в оригинале звучит rescue knifes h серия охотничьи рыболовные ножи е серия ножи для ежедневного использования и с серия это ножи хэндмейд и лимитки то что на нашей коробочке индекс h7 говорит о том что сегодня в обзоре нож из серии hunting and fishing модель именуется snow leopard про коробку рассказывать ничего не буду есть фирменная салфетка и в нее завернут вот такой вот нож нож довольно крупный увесистый ттх озвучу позже пока общее впечатление если брать дизайн то у меня такое ощущение что дизайнеру рисовавшему этот нож очень не безразличные ножи колл стил по крайней мере я тут увижу нотки и код фор и свифта а еще более не безразличные ножи стил вилл а именно модель и гико согласитесь очень похожие ножи в целом я не беру какие-то мелкие детальки общая концепция форма и абрис рукояти форма геометрия клинка подражать хорошему это не самая плохая черта тем более для молодой компании по сборке ножа у меня особо замечаний нет g10 хорошо подогнана к лайнерам сами лайнера нормально по-человечески обработаны очень аккуратная фурнитурка не знаю как она по твердости по крайней мере я не вижу здесь каких-то у слизанных шлицов как на дешевых китайских ножах в общем первые впечатления довольно приятные нет ощущения какой-то такой откровенной дешевизны хотя нож в принципе не особо дорогой ттх у ножа следующие длина клинка 90 миллиметров ширина клинка 29 миллиметров толщина в обухе 3 миллиметра длина рукояти 122 миллиметра толщина рукояти 16 миллиметров общая длина ножа 212 миллиметров и вес ножа 173 грамма клиночек drop point с двумя вот такими изломами они живут по сути декоративный фальшик сведенный клиночек в 06 согласно моих измерений финиш мелкий поперечный сатин сталь на клинке 14 с 28 серич сэндвик и не могу сказать именно оригинальный сэндвик ли это или его китайский аналог у меня нет таких данных и в магазине где я забирал нож мне тоже четко ответить на это не смогли так что пусть это останется предметом домыслов сама железка в исполнении real steel и в частности на этих и ножах очень неплохо себя зарекомендовала в ютубе а достаточно обзоров и тестов этих и ножей заводская заточка из коробки у нас вот такая честно да хотел бы ты что-то еще порезать но нож не мой тем более абсолютно новый поэтому уж извините обойдемся без тестов рукоять у нас это конструкционный бутерброд из двух остальных лайнеров и двух накладок из g10 в лайнерах давайте оттуда заглянем есть облегчение которое выглядит у нас вот таким образом накладочки из черного g10 причем сама текстура стекло текстолита очень напоминает мне нож из прошлого обзора немного такая грубовато я так понимаю что нож компании позиционируется как исключительно рабочий поэтому видим отсюда такой выбор текстуры чтобы обеспечить максимальную цепкость даже мокрым а если вы еще и работаете с рыбой или мясом то еще и скользким рукам конструкция рукояти закрыта на спине у нас коромысло бык лука остальное пространство занято остальным спейсером с интегрированной в него пружиной замка нож оснащен двухпозиционной клипсой которая сама по себе во первых довольно неплохо выглядит а во вторых имеет очень приятную жесткость заныривает нож на карман очень охотно и видно его самую малость в плашечках выполнена такая вот фрезеровочка дабы утопить основу клипсы в плоскость накладки если бы компания еще вот эти винты применила с плоской головкой была бы им вообще чести хвала а так винтики помаленьку будут наверное подгрызать ваш кармашек переставляется клипса как я уже говорил в два положения но только по одной стороне причем в обоих положениях нож из кармана будет выглядывать практически одинаково есть у нас эти млячное отверстие которое интегрировано в довольно интересное узел о котором мы сейчас и поговорим замок у ножа бэклок причем в очень неплохом исполнении откровенного люфта я в нем не слышу хотя для бэклоков это не редкость есть очень микроскопический шатт я руками немного ощущаю как совсем немного ходит клинок вместе с коромыслом механика у ножа отменная клинок ходит очень легко во севом как в нормальном рабочем ноже шайба из цвет метра на клавише усилия вполне адекватная клинок при нажатии падает под своим весом поэтому оперировать замком вот так когда рука на рукояти наверное не стоит я думаю он еще подразработается и в один прекрасный момент это может закончиться плачевно но если уж так хочется то научиться управляться с замкой одной рукой вполне возможно причем заметьте не каждый бэклок это позволяет ну и пришли мы к тому самому узлу это не что иное как предохранитель достаточно пересчеркнуть его и клавиша бэклока блокируется то есть нож в таком положении вы не закроете причем это абсолютно логично объединено с темлячным отверстием это максимально удобно если у вас нож с темлячком и если вы работаете и перчатках не снимая перчаток дёрнули за темляк и закрыли предохранитель задумка сама по себе в общем-то неплохая если бы ни одно микроскопическое но это не бог вести какой косяк но все равно неприятно вот такая погремушка да понятно что это не самый дорогой нож и не мега какой косяк но все равно немножко неприятненько если затрагивать эргономику ножа то здесь все хорошо очень неплохой объем рукояти да и сама ее форма на брюшке есть раз два три подпальцевых выемки в которой мои пальцы ложатся очень комфортно но без перчатки небольшой подъем на обухе с вполне внятной насечкой крупные шпиньки которые не только удачно расположены но из-за которой можно открыть клинок не ободрав пальцы в общем нож максимально дружелюбен к своему владельцу тем самым подчеркивая что я не просто вещь в себе а вполне полноценный рабочий инструмент тоже могу сказать и охватах прямой очень неплох только вот совсем немножко чувствуется клипса обратный же при этом просто великолепен все на своих местах и нож держать очень удобно подводя какой-то итог хочу сказать что мужу компания однозначно удался возможно это и не нож ежедневного ношения он несколько грубоват великовато и банально тяжеловат но как рабочий фолдер однозначно имеет право на жизнь если ваше хобби проводить в лесу немалую часть своего свободного времени вы любите вот такие немного грубоватые но крепко сконструированные ножи и было не уверены до конца зайдут ли вам в жизнь для такого типа то можно попробовать вот такой скажем так промежуточный вариант чтобы не покупать колстил или стил вилл за очень немаленькие деньги не понравится я думаю вы быстро найдете ножу нового хозяина при минимальной потери стоимость благо стоит он вполне вменяемых денег вот на этом друзья пожалуй поставлю точку еще раз спасибо владельцу ножа за возможность высказать свое мнение не забывайте на нас подписываться до новых встреч пока пока